Хорошие новости. Продукты питания и одежда стали доступнее, а доходы населения выросли. По данным Курскстата, средний заработок жителей региона в первом полугодии 2013-го увеличился почти на 9%. Позитивную статистику детально изучила Юлия Абрамова. 18 096 рублей по итогам полугодия. Такую сумму ежемесячно получает среднестатистический курянин. В 2012-м показатель едва превышал 16,5 тысяч. Пенсии и стипендии, социальные пособия и заработная плата. В расчетах специалисты учитывали все виды доходов. С начала года наметилась и продолжается тенденция повышения заработной платы, роста заработной платы. Это как в целом по области нарастающим итогам, так и по отдельным видам экономической деятельности. За январь и июнь уровень среднемесячной заработной области составляет 19 700. Еще один важный показатель благосостояния – покупательная способность. Потенциальная возможность приобрести товар или оплатить услугу. Здесь специалисты также отмечают рост. Рассмотрим пример. Если бы в первом полугодии 2012-го вы решили весь среднестатистический доход за месяц потратить на приобретение мужских сорочек, ваш гардероб пополнили бы 26 рубашек. В 2013-м уже 27. Ближе к пассажирам стал и общественный транспорт. В прошлом году максимальное число поездок было 1719. В этом – 1803. Доступнее курянам стала мороженая рыба, свинина, куриные яйца, подсолнечное масло. Главный фактор, который влияет на покупательную способность – цены, сложившиеся в регионе. В сравнении с регионом Центрального Черноземья в Курской области у нас наблюдаются самые низкие цены на ряд позиций, на ряд продовольственных товаров. Мы даже по некоторым позициям где-то на третьих местах среди субъектов Российской Федерации. Развитие промышленных предприятий, строительство сельскохозяйственных комплексов, стабильный рост заработной платы. На повышение уровня жизни населения направлены и федеральные, и региональные целевые программы. Юлия Абрамова, Денис Идарков, Максим Леонов, Телеканал СИИ.